Города, можно сказать, вообще нет. Скажу так, день и ночь прилеты, день и ночь. Постоянно просидели в погребе. Обидно, потому что за нас забыли свои, скажем, да, по сути считается, может, как предали. Это предательство украинских политиков и военных жительница города Изюм Харьковской области Юлия не забудет никогда. Восемь последних лет им рассказывали про сладкую жизнь, но в результате – нищета, хотя работали сутками напролет. Последние месяцы по ним обещали не стрелять и вывести в безопасное место, но женщин, детей и стариков бросили умирать в подвалах, не давая выбраться самостоятельно или получить помощь от российских миротворцев. Сначала думала одно, скажем, что действительно на нас напали. Когда пришли ваши к нам, русские, помогли нам кушать, дали нам питание. Постоянно увидели, сколько… У нас много было деток, очень много. И молочко нам добыли, и хлебушек добыли. Я до этого две недели, я же говорю, сейчас уже не так, может, буду плакать. У меня ребенок две недели. Две недели мы с мужем полоник супика скушаем. Вообще не хочу это вспоминать, что было. Просто две недели ничего не ели. И все. Здесь сейчас всего хватает? Здесь, да. Все, всего, все. Все хватает. Жаловаться абсолютно не наше. Сейчас Юля со своим мужем, свекровью и двумя детьми, один из которых инвалид, в безопасности. Они живут в Белгороде, в пункте временного пребывания. Возвращаться некуда. Родного дома больше нет. Его разбомбили украинские военные. Некоторые соседи погибли. Юля хочет остаться в России. Если честно, хочу здесь, туда. У меня вообще по жизни поговорка. Там, где хотя бы раз в жизни мне кто-то предал, я больше не хочу. В жизни больше ничего нет. Было, что детей своих вывело. О чем я мечтала больше, чтобы они у меня остались живы. Потому что, если бы не было... Меня бы не было. Что такое полтора месяца? Ты ждешь каждый день своей смерти. Каждый божий день. Я просто рада, что я просто выехала. Юля – повар-кондитер, муж-строитель. С работой в Белгороде проблем не возникнет. Осталось оформить все необходимые документы и начать жить заново в стране, которая оказалась чужой, но время уже все расставило по местам. И показало, кто на самом деле враг, а кто спасает мирное население от нацистов. И протягивает руку помощи в любой критической ситуации. Виктор Апальков и Сергей Драчев. Белгород. Медиа.